Вода теплее воздуха, сдадимся рыбакам, на корм отправимся. Любви не жалко никого, застрелим одного из нас, мы справимся. Итак, ребят, всем привет! Сегодня выбрался на рыбалку, планы были сумасшедшие, прям и жерлицы. Сейчас мелкого окуня на мормышку наловлю, расставлю жерлицы и буду потом на балансирчик ловить окуня. Но все вышло печально, я даже снимать сразу не стал, вот только сейчас достал камеру, когда поймал первого окунька. Вот первый окунь. Мормышка молчит, я попробовал даже уже несколько мормышек, вот, чтобы вы видели. Разные, разные, черные, светлые бананчики, гвоздики. Ну блин, вообще ничего не получается, не отзывается. В балансире же было два удара, и вот поймал я первого окунька. Пусть мы сегодня там жерлиц не увидим, да, там каких-то щук может быть, но сегодня я сейчас заморочусь, все-таки окунь есть, потому что ударчик есть, он просто реально пассивный. И его провоцирует на поклевку даже больше балансир, чем балансир четверка, кстати. Чем маленькая мормышка, даже с мотелем уже пробовали, он тут тоже дядя Толя. И мотель, все дела, ничего. День сегодня реально какашка. Ну то есть видно, да, мало того, что он пасмурный, еще и валит снежок идет, моросит. Я не знаю, видно, не видно, ну реально темно. Но тут глубины небольшие, поэтому я сейчас сделаю, чтобы не лохануться, как в тот раз. Оставлю больше места от дна до камеры. И я думаю, там окунь овалом. Просто он реально пассивный. И может мы не увидим сегодня, как я засниму поклевку, но мы увидим, как он морозится от разных приманок. То есть я думаю, это мы увидим. Ой, надеюсь. Воду дают, я потом покажу. Там есть выход с этого вот заливчика. И видно, что прям вода прет. Воду дают. Видно, да, воду дают. И чтобы вы понимали, вот тут, если я сейчас где-то на плужу, можно уйти по пояс. Блин, смотрите, там уже чуть-чуть сапогу остается. И это я на ветке стою. Если я мимо ветки где-то сейчас шагну, то буду я по пояс, короче, в приключениях. И рыбалка на этом закончится. Фух, слава тебе, Господи. Потому что реально рыбалка могла закончиться. Так, в этот раз хочу найти что-то потоньше, чтобы оно не такое было тяжелое. И не так сильно туда зарывалось в муляку, в траву. Вот это мне подходит. Так, опять приключения. Тихо, тихо, тихо. Фух. Рыбалку вырезал, это хорошо. Но сейчас надо определиться, где я буду ее ставить. Сейчас мы еще, наверное, походим. Самые перспективные места найдем. И потом уже туда будем засовывать камеру. Сейчас, я думаю, вот там вот видно, да, промыто. И воду сейчас толкают аж такая. Ух. Может, вот тут на свежей водичке, вон где-то рядышком должен быть. Сейчас будем пробовать. Вода теплее воздуха, сдадимся рыбакам. На корм отправимся. Любви не жалко никого. Застрелим одного из нас. Мы справимся. Рак. Вот то рак лежит. Не понял. Да я сам в шоке. Покажу, потому что оно это, ну, аномально. Как для меня, так аномально. Вон лежит рак. Я сейчас жизнью не рискую. Я вот тут вот лунку пробурил. Тут сантиметров 12. То есть, вот так вот я еще подойти могу. Смотрите. Это реально аномально. Он с икрой. Все дела, короче. Рак. И вот его даже какая-то птица проклевала ему панцирь. Да, там я нашел такого рака. Ну, понятно, что кто-то об этом уже знает. Но для меня это было первый раз. Я уверен, что много кто такого не видел. Вот эти икринки, вот что, они были маленькими рачочками. То есть, поняли? Каждая икринка была маленьким-маленьким раком. Есть. Есть. За нижний крючок. Короче, надо, наверное, ставить вот тут с глазиком. Все мне советовали. Нижний тройничок надо с глазиком. Наверное, я сейчас на него и переключусь. Есть. Второй. Небольшой тоже, но... Это уже не перволетка. Сейчас я таким радуюсь. Давайте посмотрим, что у меня получилось заснять под водой. Были несколько интересных моментов. Было 4 поимки окуня. Так что погнали. Камеру окунь абсолютно не боялся. Спустя секунд 20 и до минуты он уже вокруг нее плавал. И просто в упор смотрел. Это вот сейчас по кадрам видно. Его даже балансир так не интересовало. Ну и вот первая поимка. Она не совсем такая эффектная. Окунь мелковатый, но она была первая. В тот момент я был очень доволен. На вот этих последних рыбалках я заметил, когда он плохо клюет. Не когда перволеткой он один за одним клюет. А вот на вот этих вот трудовых именно рыбалках забрасываешь. И он клюет или сразу с первых там нескольких подбросов. Или уже ты сидишь на одной лунке долго-долго и дожидаешься, короче, поклевку. Вот сейчас вот такое видео. Сейчас будет видно. Вот как мы только опускаем балансир под воду. Сразу раз он и так насторожился. Активизировался. Так оп сплывается. И вот по этому видео видно, да, что вот он заинтересовался. Но что-то пошло не так. И вот прошло чуть-чуть времени. Он к нему привык. К балансиру, что он играет. И уже как бы менее. Чем дальше, тем менее. А вот есть, короче, еще такой момент, когда долго мы играем. И тут, короче, врывается в кадр. Сейчас вот где-то будет. Во, слева он идет, идет, идет. Врывается в кадр такой именно активный бодрячок. И чем вот прикольно, смотрите, сейчас он провоцирует того, кто уже стоял, оп, на атаку. Вот этот окунь тупо первый раз только что атаковал. До этого он морозился. То есть у них все равно есть какая-то вот конкуренция по пище своя. Опа, иди сюда. И вот этот активный, который не сразу был здесь, а пришел. Вот он как раз только что и поймался. Тоже очень прикольные кадры. То есть не значит, что не надо долго сидеть на одном месте. Только что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, это второй окунь. Камера стоит, ну не знаю, блин. Будет что-то, не будет. Очень надеюсь, что хоть что-то будет видно. Вроде расстояние сделал хорошее. О, уже повеселее. Недавно были на последней рыбалке. И мы большой компанией выезжали. Мы долго искали, не могли вообще ничего поймать. И тут Славик первого окуня, которого ловит, ловит их два сразу на один балансир. То есть клевала очень плохо. Рыба пассивная. И тут руна тебе и два сразу. А потом после этих двух опять как бы ходим ни хрена. Один провоцирует другого. И в итоге вот даже два штуки на балансир можно поймать. Вот он еще один шанс на победу. Чтобы будет что-то заснято. Правда, одну пугает. Это пасмурная погода. Может быть, ничего просто не видно. Темно и ничем не видно. Вот он еще один шанс на победу. Чтобы будет что-то заснято. Правда, одну пугает эта пасмурная погода. Может быть, ничего просто не видно. Темно и ничем не видно. Так вот ли. Хорошо. Так вот. Hello. клюет буквально сразу вот лунка до 10 подбросов 5-10 сразу какой-то контакт а потом перестает я прям представляю что там под водой творится его много но реагирует только когда сразу потом привыкает и просто ходит на вокруг смотает окуню сегодня надо балансир что-то активное только это его провоцирует на поклевки и вот эта капелька я кстати в комментариях писали я вот сегодня решил попробовать и реально работает почти весь окунь я не уверен но вроде даже весь тупо на вот этот нижний крючок с капелькой беру самый маленький балансир чик двоечку вот эту ставлю на него капельку короче вот такая горнюня получилось он себя кровь с пальца взял правда ну ничего вот такой красавчик все теряду мы сейчас весь окунь мелкий большой весь мой короче сейчас будем ловить всех подряд знаю разные пока наши берега только так от двери есть единственный ключ лишь одна мелодия в мире созвучно что это за случай было что это теперь за мир все вокруг померкло я все забыл ищу среди домов мостов ищу в сети и пока город притих все поменяется как только зазвучит мотив шел я видно да что даже никто не ходил ни разу тут уже глубина идет до метра сантиметров 70 тут сюда дальше будет 50 вообще даже ну такой миляк и еще прикольно на таком милеке тоже есть окунь только он пугается когда мы сверлим лунку поэтому я заранее прошел просверлил и теперь аккуратненько потихонечку вот ловлю мелкие тут стоят довольно ну хорошо то есть много мелких поймал а вот парень не побольше я знал что тут и крупный должен быть только он более осторожный более пугливый но все-таки вот он тоже есть так что тоже такой лайфхак если не клюет можно выйти на милячок и хотя бы мелких окуньков на деребанить есть все тот же нижний тройничок одно и то же долго я наблюдал за поведением рыбы этом районе получас она снимал и скажу что толком я ничего не понял то есть есть какие-то общие понятия это метаболизм глухозимья рыба малоактивна но скажу что вот среди пассивной неактивной рыбы все равно проскакивают активные экземпляры активной рыбе может не понравится ваш балансер и она не клюнет пассивная может заинтересоваться и клюнуть некоторые плавают выше некоторые плавают по над самым дном грубо говоря можно сказать что они как люди у каждого свой индивидуальный какой-то характер ведет себя по-разному по-своему и то есть все что можно делать нам рыбакам это просто упираться упираться как можно больше и надеяться на то что мы попадем именно в то время в то место и поймаем свою рыбу а а а а а а а и мне там пишут часто ловил бы ты на мормышку поймал бы там в три в четыре раза больше ну я не соглашусь потому что вот я давненько как давненько привык балансирую да я уже знаю что он делает как я вот его чувствую именно вот что надо делать чтоб ловить в принципе как при ловле на спиннинг ты уже поймал не один десяток рыб на ту приманку или на тот вес или на тут спиннинг тоже к нему привыкаешь чувствуешь и вот ситуации были когда я например ловил на балансир и человек который ловил даже на мормышку говорит дай попробовать я давал и он не мог ничего поймать ну не мог потому что он не понимал что с ним делать в плане там вот так дергал как на судака дергают девятки и она короче у него ничего не клевала то же самое я брал мормышку я нихрена не мог поймать когда люди ловили на мормышку довольно неплохо ну то есть не поймал бы она мормышку в четыре раза больше потому что я не умею на нее ловить сегодня я реально поупирался и вот план же был какой живца сразу поймать в тот раз к первый раз как мы тут были на миляке вот там вот над камышом вот там вот просто миллион ударов балансир было им на мелкого укуням прям тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык я же короче думаю сейчас я мормышка его быстренько наловлю и будет у меня живец расставлю жерлицы хотя бы там не прям 10 сразу ну хотя бы папа папа порядочку по чуть-чуть расставлю хоть несколько у меня нифига не получается даже удара не увидел привыкну ловить на мормышку буду ловить на мормышку в четыре раза больше и так по снастям это у меня удочка рапала минусы какие скажу сразу если вы ловите окуня например там 300 ну 200 300 грамм и плюс туда больше то может сработать тем более если хорошая подсечка может сработать фрикцион вот видите сейчас просто тут льда наверно намерзла чуть-чуть короче вот при большой нагрузке она сама стравлю чем типа нет не оборвалась не оборвать но у меня один раз щука так сошла то есть я из-за этого фрикциона не засек ее хорошо поэтому сейчас я палец всегда держу на то есть придавлю но если реально клюнет хорошая рыба в ее засекли она поперла то как бы ну реально сработает сработает при большой нагрузке и не оторвет вам леску ну не знаю я привык уже было у меня хорошая куня когда ловились то есть были вот эти проскоки сейчас вот я держу пальцем нормально все кто-то говорит она короткая у меня возьми себе нормальную длинную удочку для балансиров и рыбач я вот скажу я в основном окуня ловил именно вот этот скользячий 4 сантиметра балансирчик он весит всего лишь 4 грамма он реально легенький или вот это как что я сейчас ловлю двоечка да она тоже очень легенькая и я да вот эти балансиры легкие я ловлю только сидя над лункой потому что если стоять я реально я не контролирую наука у каждого по-своему но мне надо вот конкретно контролировать я даже вот ложу на руку чтобы каждый раз когда вот отыграл чик я все контролирую каждый малейший ударчик я вижу контролирую поэтому я даже не стою когда я вот ловлю на вот эти легенькие балансирчики четко все контролировать и делать все четко вот мне только так я не могу стоять чтобы тут ветер телепал вот это все ну как можно ниже клунки и вот вот поехали леска у меня shimano стоит честно не буду не знаю сколько она стоит мне ребята спонсоры позвонили говорят джека тебе леска надо хорошая говорю хорошая надо прислали shimano я вставлю упаковочку покажу как она выглядит за цену честно не знаю ну вроде довольно круто у меня даже узелок у тут был завязанный вот над балансирчиком вот он узелочек я думаю блин надо перевязаться будешь оторвет вот так вот сделал она не порвалась и короче забил и так и рыбачил там 36 килограмма вроде народ на разрыв тут у нас застежечка маленькая застежечка и балансирчик это двоечка еще был сегодня троечка и четверочка это рапаловские балансиры джиггинг рэп и snap рэп этот скользящий был то что надо для рыбалки хорошего отдыха я сегодня получил и природа и погодка конечно не очень ветер ну тут вроде затяжка так что блин отлично вот сейчас конец видео вы наверное уже видели что там под водой под льдом творилось там поклевку заснял я не заснял я реально сейчас не знаю вы наверно уже все посмотрели я дара даже уже озвучил голосом за кадра за кадром но я сейчас этого ничего не знаю но думаю что то получилось так что ребята все всем пока подписывайтесь на инстаграм подписывайтесь на все группы подписывайтесь на наш канал просто и заскакуйте в наш интернет магазинчик первая ссылка под видео все ребят спасибо всем за просмотр пока до следующего интересного видео